Новость молния. Как стало известно телеканалу Автоплюс, в следующем году Opel вернет на российский рынок Astro. Это будет модель нового шестого поколения, что технически представляет собой переодетый Peugeot 308. Коротко напомним, у немца и француза совершенно одинаковые подвески, общие моторы и даже единый каркас кузова. А различия в дизайне и настройках. Предположим, что европейцу, чтобы купить именно рюстельхаймскую молнию, надо трижды подумать. Но в России и Украине такой выбор не стоит, ведь Peugeot 308 у нас попросту не продается. С другой стороны, острые граненые формы, фирменный визор передка и черная крыша делают Astro модной, но менее экстравагантной штучкой, нежели Peugeot. Кстати, важная ремарка, вся оптика светодиодная, а фары могут быть даже матричными. Интерьер также вышел достаточно хай-течным, хотя блок управления музыкой и климатом выполнен традиционным кнопочным. Но 10-дюймовые экраны для мультимедиа и приборов это, конечно, в духе настоящего времени. Джойстик, коробки передач, система автоматического торможения, проекционный экран и адаптивный круиз-контроль тоже явления современные. Набор силовых агрегатов типично французский. Основу гаммы составляют бензиновые турбо-тройки разной мощности, а также полуторалитровый четырехцилиндровый дизель. Для старших по мощности версий можно заказать восьмидиапазонный автомат. И, конечно, немецкая сторона позаимствовала совершенно неактуальные для нашего рынка гибридные установки на 180 или 225 сил. Они построены вокруг бензиновой турбо-четверки, к которой прилагаются электрический мотор и восьмиступенчатый автомат. В родной Германии базовая пятидверка стоит больше 22 тысяч евро, а значит, у нас стартовый ценник составит под 2 миллиона рублей. Понятно, что при таком раскладе рассчитывать на былую популярность наивно. Но в нынешних условиях все решит не официальный ценник, а реальные дилерские наценки. К тому же редким ценителям настоящих европейских легковушек, а французившийся Opel наверняка понравится. Тем более, что извечный конкурент Астры, Volkswagen Golf, нынче стоит 2 миллиона 600 тысяч. Других подробностей нет. Известно лишь, что ни гибридов, ни дизеля, ни универсала мы не увидим. Только бензиновые хэтчбеки. Добавим, что ввозить Астры к нам будут из немецкого Рюссельхайма, с головного завода компании Opel.